Поиски пропавших в Иркутской области ведутся круглый год. При этом у каждого сезона своя специфика работы полицейских и добровольцев. Какие особенности есть у зимних поисков и как обычно люди могут помочь вернуть пропавшего человека домой к семье и близким, расскажет Дарья Эйвазова. 493 человека. Столько в среднем людей пропадает за одни сутки в России. И свою лепту в печальную статистику вносит Иркутская область. Ведь в полицию нашего региона ежедневно от людей поступает от 5 до 12 заявлений о пропаже родственников или знакомых. Абсолютное большинство этих ситуаций решается за первые 10 суток. Всего за год в полицию поступило около 2000 таких сообщений. В 25 случаях судьба людей осталась неизвестной. Существует легенда о том, что в первые трое суток полицию сообщать о пропаже не имеет смысла. Это не так, это миф. Как только человек считает, что с его близким человеком произошла какая-либо беда и он долго не выходит на связь, незамедлительно необходимо сообщать об этом в правоохранительные органы. Ведь каждый час промедления может стоить пропавшему жизни. Особенно в холодное время года, когда риск замерзнуть и не дождаться помощи значительно вырастает. Перестраивают холода и работу добровольцев, которые помогают полиции искать пропавших. У зимних поисков своя специфика. Если летом это у нас больше лесных все-таки заявок, водоемов очень много, то, естественно, зимой это больший город, в котором действительно вроде с одной стороны может быть и больше помощи, а с другой стороны люди у нас могут быть заняты, могут не обратить внимания. Ну, ходит, допустим, бабушка, да, и ходит. И, в общем-то, если ты в лесу бабушку встретил, то ты уже однозначно спросишь, все нормально там, не помочь ли. А здесь, ну, вышла, мало ли, за хлебом она пошла. Кроме того, город не прочешешь, как лес. Здесь огромное количество зданий, людей, магазинов. Поэтому решающую роль в поиске пропавшего могут сыграть обычные внимательные прохожие. Но, к сожалению, далеко не все обращают внимание на ориентировки на улице и в соцсетях. Да как-то редко замечаешь опровержу людей. Обычно только по объявлению где-то больше чаще. Когда расклеены они, без понятия. Не замечали никогда вообще? Нет. Ну, может, по телевизору и все. А ведь человеческая внимательность не раз помогала добровольцам возвращать людей домой. Посмотрите внимательно на следующие ориентировки. Этих людей сейчас ищут и ждут. Больше ориентировок можно найти в социальных сетях добровольческих поисковых отрядов. Таких как Лиза Алерт или Отряд 111-62. Кроме того, можно подписаться на СМС-рассылку. И кто знает, может, именно вы спасете чью-то жизнь. Дарья Эйвазова, Василий Заводский. Новости по будням.